Всем привет, друзья! С вами Дедушка. Как вы знаете, вышла новая версия iOS 13.5. Многие из вас просили меня в комментариях к предыдущему видео проверить работу этой операционной системы на iPhone 6s. Именно сегодня я это и сделаю для вас, мои дорогие подписчики. Конечно же, наше тестирование в основном будет направлено на скорость работы, на то, насколько хорошо отображается анимация и насколько у нас стал быстро или медленно разряжаться телефон. iOS установлено! Разблокируем телефончик, переходим в настроечки. Видим, что при первом открытии настроек телефон немножечко тормознул. Переходим в пункт об устройстве и видим на борту моего iPhone 6s новенькое iOS 13.5. Сразу обратите свое внимание на нововведение. Теперь у нас здесь отображается срок действия на право сервисного обслуживания. Как видите, это такая новая функция в настроечках. Сразу можем проверить, наш телефон на гарантии или же нет. Как видите, у меня 10 гигабайт свободного места, поэтому телефон должен работать хорошо. Переходим в хранилище, посмотрим, насколько оно быстро подгружается, насколько нам хорошо и быстро покажутся используемые приложения. Потихонечку все это подгружается. Если мы сейчас перейдем в аккумулятор, посмотрим состояние аккумулятора этого телефона. Максимальная оставшаяся емкость 80%. Проблемы с YouTube по-прежнему остаются. Уходит много времени на загрузку комментариев. Похожие комментарии, ответы на комментарии. Что касается похожих видео, видим, что при быстром перелистывании у нас на видеороликах появляются серые картинки. Это говорит о том, что они не успевают подгрузиться. Я сворачиваю видео и видим, что опять даже все остальные видео на главной странице очень долго загружаются. Как видите, при игре все нормально, отображается все очень плавно, анимация вообще просто великолепная. Тут никаких вопросов у меня нет, но телефон немножечко нагрелся. Для этого телефона, конечно, игра достаточно простая. Все работает хорошо. Ну и вот смотрите, за буквально, наверное, 10 минут тестирования, сколько мы тут используем телефон, потеряли 5% заряда аккумулятора, с учетом того, что у меня яркость установлена на максимум. Проверим, как работает оперативная память. Пооткрываем те приложения, которые я уже открывал ранее. YouTube, Яндекс.Музыка, Инстаграм. Все открывается. Хорошо. Насколько быстро у нас откроется App Store. Стандартное приложение. Ну, почему-то иногда оно загружается, конечно, долго. После всего этого возвращаемся в Angry Birds и видим, что игрушка по-прежнему работает с того же самого места. Можем продолжить играть. Это великолепно. Если проверим анимацию отображения использования 3D Touch по приложениям, все пока держится на уровне. Все нормально. Телефон уже нагревается. С нагревом по-прежнему ситуация осталась точно такой же, какой и была ранее. Если проверим работу пункта управления, видим, что очень сильно подтормаживает открытие панельки яркости. И обратите свое внимание, яркость телефон понизил по умолчанию. Несмотря на то, что, ну, казалось бы, ну что мы делаем, но яркость все равно понизилась и сейчас очень сильно подтормаживает открытие и закрытие пункта яркости в панели управления. Если после же этого перейти опять в камеру и начать снимать 4K видео, буквально снимем 2 минутки, посмотрим, насколько у нас устройство нагреется и как после этого будет работать. Я специально вращаю телефон для того, чтобы у нас и автофокус работал, и работала также стабилизация, чтобы он не просто снимал статичную картинку. 2 минуты видео я поснимал по максимуму, симулируя максимальную съемку. И после этого видим уже 91% заряда аккумулятора, и при этом яркость у нас, как видите, на минимум. Несмотря на то, что она установлена как бы по умолчанию, по максимуму, но все равно телефону сейчас очень тяжело справляться, и он, конечно же, очень сильно нагрелся. Теперь симулируем ситуацию, как будто я якобы пошел на улицу. Мы отключаем Wi-Fi, включаем сотовые данные. Ну и что мы после этого делаем? Конечно же, просто оставляем телефон в кармане со включенными сотовыми данными, ну, скажем, где-то на минут 15. Посмотрим, сколько за это время у нас потеряет заряда аккумулятора телефон. Итак, полежал у нас в кармане 15 минут iPhone 6s при включенном LTE, и, как мы видим, за это время мы потеряли 2% заряда аккумулятора. После этого получилась такая ситуация, что мы соскучились по телефону и захотели им попользоваться. К примеру, перейдем на YouTube и посмотрим видеоролик в течение 10 минут, а последующих 5 минут мы поиграем в PUBG. Как видите, автоматически здесь у меня воспроизводится Full HD качество. В принципе, LTE это позволяет делать. Какие еще тесты мне для вас проводить во время основного тестирования устройства на той или иной iOS? Пока я придумал только некоторую симуляцию использования домашнего и уличного, как по Wi-Fi, так и по LTE. Если вас интересует какой-то конкретный сценарий, обязательно дайте мне знать о нем в комментариях. Вам могут быть интересны, например, такие сценарии, как 1 час воспроизведения видео на YouTube по Wi-Fi или по LTE, и после этого 30 минут игры в PUBG. А еще после этого, ну скажем, 1 час воспроизведения какой-либо музыки в наушниках. Это все можно связать в одно видео и получить конкретный тест, сколько мы потеряем заряда аккумулятора при вот таком вот сценарии использования. Если вам это интересно, обязательно поддержите мое видео лайком и канал мой подпиской. И, конечно же, напишите в комментариях свои идеи вот таких вот тестирований. Вот мы, к примеру, посмотрели 10 минут видео на YouTube и после этого перешли играть в PUBG. За время воспроизведения видео на YouTube мы потеряли 7% заряда аккумулятора при воспроизведении видео в автоматическом качестве по сотовым данным. Несмотря на то, что мы уже 15 минут активно используем телефон, по сотовым данным, LTE очень сильно нагружает его, соответственно, он нагревается. Несмотря на это, он яркость свою не понизил, даже при 10 минутах воспроизведения видео на YouTube и после этого 5 минут игры в PUBG. Как видите, все нормально работает, отображается и ничего не подтормаживает в процессе игры. Так, вот я уже убил двух противников и меня тоже завалили. Телефон очень нагрелся. Мы видим, что мы разрядили телефон с 86% до 72%. Это очень большой результат, который говорит нам о том, что телефон, конечно, по сотовой связи очень сильно разряжается. При этом еще, конечно, мы использовали его активно. Телефон выключен. Включаем его и нажимаем старт на секундомере, как только загорится яблочко. Погнали! Сейчас мы увидим, сколько времени уйдет на включение и сразу скажу вам некоторые предыдущие показатели. К примеру, на 13.4.1 телефон включался за 15 секунд, а вот на 13.5 он включится, получается, за 14 с половиной секунд. Примерно получилось такой же показатель, какой и был раньше на 13.4.1. Здесь пока без изменений. После включения телефон почему-то стал очень сильно терять проценты заряда аккумулятора. Но, тем не менее, мы проверим, насколько быстро он справится с запуском набора приложений. Запускаем секундомер и запускаем первое приложение телефон. Калькулятор, настройки, App Store. Есть ВКонтакте. Есть Инстаграм. Все запускаем по очереди. Пока все идет нормально. Инстаграм даже быстро загрузился на удивление. С Ютубом, как обычно, беда в последнее время. Яндекс.Музыка. Пошли у нас игрушки. Тридцатая секунда на секундомере. Первая игра загружалась очень долго, что для нее вообще ненормально. Она очень простая. Третья игра. Гольф Бэттл. Есть. Есть. И теперь последняя игрушка. Пап. На секундомере у нас 1 минута и 20 секунд. Ранее с этим тестом iPhone 6s справлялся за 1 минуту и 38 секунд. Сейчас показатель получился чуточку лучше. 1 минута и 35 секунд. Сразу после этого перейдем к тестированию Antutu. Как раз телефон у нас потихонечку разогревается. И сейчас мы увидим, какой показатель у нас в этом тесте получится. И сколько времени уйдет на его прохождение. Интересно будет узнать, какой показатель получается в среднем у вас. Обязательно пишите об этом в комментариях. И также дайте знать, сколько при этом вы теряете заряда аккумулятора. Как видите, по-моему, все очень печально. Телефон справился с тестом за 7 минут и 38 секунд. Показатель получился 137 тысяч баллов. Чтобы вы понимали, раньше этот же телефон справлялся с тестом за 7 минут и 24 секунды. А показатель в Antutu был 159 тысяч баллов. А сейчас только 137 тысяч. А как вам показалось, iPhone 6s хорошо себя показал на iOS 13.5 или же плохо? Вы знаете, поначалу все было, в принципе, неплохо. Телефон нормально работал, запускал приложение, аккумулятор не так быстро садился. А вот по конец все пошло в минус. Телефон очень быстро разряжался. И, конечно же, это очень сильно сказывалось на его производительности. О чем нам и сказал тест Antutu. Интересно, а как работает ваш iPhone 6s? Если не сложно, то расскажите в комментариях. Надеюсь, вам был интересен этот видеоролик. Я очень старался показать все в деталях и провести большое количество тестов аккумулятора специально для вас. А если вам понравились обои, которые установлены на экране моего телефона, вы можете их скачать в моем телеграм-канале. Всего лишь необходимо перейти по первой ссылочке в описании или по первой ссылке в закрепленном комментарии, и вы сможете попасть в мой телеграм-канал, где есть абсолютно все обои, которые я когда-либо устанавливал на экраны своих телефонов. Переходите и скачивайте. На этом у меня все, внучата. Спасибо вам большое за просмотр. И, конечно же, не забывайте, что можно поддержать дедушку подпиской на канал и поставить лайк на это видео. Увидимся в следующих видеороликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok